Всестороннее расследование крупнейшего за последние годы теракта на севере Нигерии распорядился провести президент страны. Жертвами серии взрывов в центральной мечети города Кана стали по меньшей мере 120 человек, 270 ранены. Боевики напали во время пятничной молитвы, когда собираются особенно много верующих. Уцелевших они добивали из автомата. По данным полиции, в атаке участвовали 15 террористов. Четверо из них были уничтожены, остальным удалось скрыться. Несмотря на то, что никто не взял на себя ответственность за нападение, власти считают, что это дело рук экстремистской группировки Бока-Харам. Она провозгласила свою целью ввести в Нигерии законы шариата и пытается сорвать президентские выборы, которые должны пройти в феврале. Соболезнования семьям погибших в этом теракте выразил Владимир Путин. В США акции протеста против оправдания белого полицейского, который застрелил афроамериканца Фергуси, не переместились к торговым центрам. Люди, недовольные вердиктом по этому делу, попытались помешать началу сезонных рождественских распродаж. В Сан-Франциско все закончилось беспорядками, а в самом Фергусе незадержанием 15 человек. В соседнем Сент-Луисе люди устроили лежачий протест прямо в одном из супермаркетов. Масштабный митинг прошел и в Нью-Йорке. Там демонстранты двинулись в сторону Таймс-сквер, пытаясь по пути блокировать автомобильное движение. Между тем, серьезная беспокойность по поводу неоправданной жестокости американских полицейских, особенно в отношении определенных этнических и расовых групп, выразил Комитет ООН против пыток. В специальном докладе ведомства подчеркивается, что участились случаи чрезмерного применения силы против безоружных темнокожих людей. Кроме того, в Комитете встревожено неправомерными действиями ЦРУ и других спецслужб, в том числе пытками в секретных тюрьмах, где содержали подозреваемых в терроризме. Продолжение следует...